добрый день здравствуйте вячеслав зовут меня из москвы как вы попали на нас расскажите ну я давно смотрю ваши ролики на ю тубе мы сразу предупреждаем у нас все записывается и по необходимости выставляется в интернет вы согласны я согласен все если кто не согласен мы просто закрываем окно и я в курсе все пожалуйста слушаю вас у меня вот несколько вопросов я тут в интернете прочитал такое что серафимы саровскому мол пришла когда-то женщина и спросила почему мне дети больны а он ответил что это из-за того что дети бывают больны там рождаются уродами из-за того что они зачаты в пост вот меня отсюда вытекает как вопрос действительно такое может быть или это выдумки за давностью времени вот сейчас так сказать то ну как вот сказал он не сказал данных никаких нету в его трудах сказать какие-то труды там тоже ничего нигде нету подожди маленечку вещи не дописалось и поэтому рассмотрим возможно ли такое возможно об этом говорит ни один человек это просто чтобы нам не ошибиться не солгать а влияет это ну церковь если мы православные нам надо присматриваться что нам перед нами жившие говорили значит во время поста разрешается союзе женой не разрешается значит за этим что-то стоит что вот он серафим если только он это говорил то значит что то здесь есть а что это наследственно или как будет тоже не знаю мы знаем только что надо молиться об этом и господь бывает отверзает зрение воскрешает мертвых ничего не опровергая мы будем осторожнее в ответах вот молодые сходятся как а было раньше не было написано павел говорит для поста и молитвы зачем павел пишет коринфянам чтобы дьявол не искушал вас невоздержанием а пост какой был четыре дня в году это по-еврейски а по нашему то есть а разбирать у нас это апостольское 69 правило это великий пост и среда и пятница остальное все пришло до 7 8 века а потом уже интронизация императора все сюда налепили это монахи все делали но я православный то есть я рассуждаю я вижу это не евангельское устроение но я православный как и посты они не евангельского устроения остальные я начале детского лагеря и я до того они просто неудобства терплю деревне привожу детей в течение месяца я не могу до 12 июля дате мы строго исполняем пост но я православный вопрос снят с повестки мы строго исполняем растительного масла нет ничего а иначе зачем это название деньг мусульманом тогда или куда-то я православный поэтому я закрываю и мы больше у меня нету не советую а если есть такое было дети болеют и ты посчитал что и такое время я как бы не с вами говорю то не надо в этом отчаяния искать не знамо дело проси господи сколько распал только сова ян златоуз говорит никогда чай не допускайте почему нил сенецкий говорит согреши дело человеческое отчаиваться дело сатанинская поэтому просто скажи господи я не узнал прости меня а какое дать здоровье детям или жить им бог решает независимость он какое время он за счет был как у бога что-то предусмотрено как он жить и святого фомы до 5 октября у него когда он молодых отвел в сторонку и стал им говорить я вот вижу дети у вас будут злые и возможно просто и вы будете страдать от них как вам жить или не жить все не так скажи тебя заплюют а он сказал они разошлись в разные стороны ну на него гонение князь тогда возник и но мы смотрим уже в это по житиям святых значит за этим тоже что то есть вот я слышал одного человека он сам-то не занимался этим видимо я беседовал с александром менем такой священник был убитый ну и опыта видимо у него маловато было по иисусовой молитве я не видел у него чего-то клестовки но он сказал за этим что то есть потому что щетками пользуются два миллиарда мусульман буддисты православные старообрядцы все я беру григорина армянская апостолическая копты сирийцы все за этим что то есть зачетками у меня например из рук не выходит вот она у меня у меня тоже есть поменьше и поэтому отрицать но не надо ничего ты сначала испытай года три помолись по ним раз 7 в день чтобы тебя до 1000 поклонов день выходила но тогда увидишь как она смиряет плоть а вот такой мой ответ я понял игнать тихонич вы так пространно отвечаете что я даже это сбиваюсь смысле что вас хотел еще спросить вот поэтому же вопросу просто меня настолько удивительно было это считать ведь серафим саровский принадлежал так так называемому черному духовенству и вот говорю что как он давал наставление семье чтобы в пост они не зачинали детей мне кажется это даже противоречит словам апостола павла который говорит не уклонитесь друг другу ради по согласию согласию между друг другом я так понимаю как же так церковь постановил такие посты тяжелые для семейных людей и при этом еще он говорит что дети будут болеть и рождаются уродами это честно говоря был для меня немножко шоком об этом говорит я представь молодые где-то сходили в баню пришли там по 18 лет родители ехали их отправили на покос а он теперь мобильник берет и звонит серафим ну как быть вот жена и прочее ну чё глупостью занимать это молодая любовь но ясно дело что если он священник ему служить завтра то надо воздерживать а тут венчание нету накануне того среды и пятницы три дня не венчает это значит и нельзя общениями следующие дни ну я православный еще раз повторяю я не согласен но я должен исполнять и поэтому я ни разу не наплывал на эти законы никогда даже в мысли ваш я знаю ваш позицию да я неоднократно это слышал я против монашества такого как есть но он принял и романах а теперь женятся тут от меня добра не жди я тебя отвечу никогда ты на земле бог на небе ты дал обед поэтому замри все сладости радости за угол следующий вопрос так по поводу почитания родителей вот написано что и отлепится жена это муж от родителей и прилепится друг другу вот какую власть после этого родители имеют над ними и вообще как строить отношения с родителями которые ну назовем их так они номинальные верующие родители пытаются держать власть до самой смертной черты если вы у них доме живете приходится распорядок родители держать но если вы женились отделенная совершенно идете только за благословением и за советом они даже к вам вмешиваться вы хозяин это новая ячейка пчелы отроились отдельный улей там своя матка вот и ответ за благословением в каких случаях эти нужно благословение что-то по благословению родителей познакомить с невестой мы женились помогать им почтение оказывать а что тебе делать какая работа там все остальное по жизненное из посовету если только но сделать так как тебе господь подскажет опыт родителей это очень важно когда есть опыт а когда никого нет родителей и он покинут и это беда просто вот эту с этим сориентироваться можно у меня вопросов не было вот я думаю у меня отец с матерью одного класса не кончили и у жены такой же но почему моя мать ни разу нигде не было чтобы она за меня заступилась с первого дня как и а теща ни разу не заступилась за жену мою почему потому что мать говорит она пришла к нам семью жена моя она одна роднее здесь никого нету да кто же за нее заступиться то она как-то укорачивает меня в этом поэтому приходится давление ослаблять они опытные родители потому что молится богу а если не верят надо осторожнее быть вот так понятно ну и сразу под вопрос мы относились к моим родителям мне кажется ка многим христианам и христианскими семья вот как донести до среднестатистического скажем верующую человека ну понимаете до номинального христианина который как бы верит в тоже время даже не понимает ни зеркалю их учения даже не знает ничего как бы до них донести что нужно ходить церковь нужно после уж не относится к вере и полностью туда так скажем уходить потому что для многих это дико считается все это там черта входишь каждое воскресенье тоже прям что-то ненормальное даже и это говорят верующие люди с чего начать больше действует наши поступки чтобы они увидели что действительно так что слову у тебя не расходится с делом они увидят изменения которые в тебе бог правил все снимать можно выключил даже с этого момента возьмешь это у меня брат володя снимает перекачка сегодня шла и вот она его видно но у меня автозапись идет вот пара с родителями тут надо помнить так сегодня и завтра нет и как будешь потом обо всем этом жалеть проходит какое-то время и рад вы вернете и переспросить и ничего этого уже нет вот нужно блажен кто избирает себя это избирает то в чем не раскаивается потом нам святая библия об этом говорит то не будет потом сожалеть выход только один к родители которые не верующие подход конечно не то что с верующими быть особенно осторожным чтобы они действительно видели мы опять же на практике вот у меня они всегда с отцом отношения налаживались он любил выпить в словах своих не выражался как ему хотелось то есть матерно вот иногда и закурит а за стол садится за стола молится во что верил как только перед смертью пришел богу ну вот как-то над ним решили посмеяться это мать моя рассказывает за столом а счеты сына учил а толку то он пошел тебя вот это туда отец сразу же выпрямился сына не трогать если уж верить то верить как мой сын верит то есть он самый не согласен был что у меня в стихотворении написано так как в басне надо в наш беде случиться греху служить смертельно я устал в мечтах меня ты видел коммунистом а я нашел воскресшего христа этой отцу говорю письмо ему написал такое вот а когда туда дело дошло он сразу же то есть в нем это откладывалось он видел вот эту стойкость что проповедую что я бросил грамоту диплома пошел на такую работу и больше всех детей помогаю ему и вот это главное конечно это не в один день делается мы должны быть для них радостью чтобы они никогда не сожревали что такой сын у них да он не верит он будет если вопрос стоит или или тут вопрос уже только на одну кто любит больше чем меня не достоин меня тогда просто возненавидеть обязан забрать котомку свою хоть на вокзале ночью и строю шалаш если скажет или со мной живи или от своего бога ну то есть вот так вот бывает понятно понял можно следующего просто пожалуйста 3 ездры 728-29 написано о четырехлетнем царстве я мне очень сложно понять вернее я вообще не понимаю этого стиха я даже нашел толкование какого лопухина но и там он пишет как-то как-то так зыка выписать что ли но во всяком случае мне с моим скудным умом это очень тяжело понять даже толкование долго гонялся за толкованием по третьей книге ездую и наконец нашел не только лопухина там есть у других и и понял что все это к прошлому относится и меня интерес сразу пропал а к прошлому зачем мне знать правильно и неправильно святые оцени толкует третью книгу ездры они никто не приняли от сирахов маковейский на них ссылается и англотоуст и они не разделялись канонически не канонически они все были в каноне а потом разделили которые найдены в оригинале на юреском а какие не найдены их не канонические в видах предосторожности а третья ездра вообще не входила не ни на одном соборе его но там интересно написано мы можем пользоваться но на нее никогда нигде не один святой отец не ссылается вот это надо просто понять почему ну нет и все я не должен этого даже вопроса задавать не зла то у вас не василий великий и григорий богослов и иврем серин и раним не в гости никто не ссылается вот я прочитал нужно где там по нравственности где говорится о стойкости о верности богу это я принял эти книги ездры очень интересная одна из самых на мой взгляд поэтому просто прочитал и разговоры по ней не вести чтобы не смущать самого себя и сразу если можно под вопросник почему в третью ездру то есть в третьей ездре не хватает 100 стихов по моему если я не ошибаюсь потому что у нас список который был сделан это сенальский манускрипт его константин тишендорф обрел на сенальском полуострове в монастыре святой екатерины а в 1936 году его за 500 тысяч долларов продали британскому музею и наш перевод сделан с него но там был недостаток по если перевести на нашу книгу не хватало два листа но эти стихи есть в кодексе безы я сейчас могу даже назвать неправильно но именно так и прямо при кодекс вот у католиков он есть латинская гульгата а он вошел туда прочитал один раз еще нового нам не дают там нет ничего такого что мое понимая расширил бы как-то но уберем оттуда я вот начитал когда библию я старался все это до строчки насчитать и симфонию составлял на них на неконеческие книги это брюссельское издание полностью имеет только так утеряно было и и я то почему златоуз было 11 там а по не 12 один нашли у армян четвертый том и нашли его не больше как лет 150 назад никто не знал толкование на исаи это 6 том тоже нашли почти полторы тысячи лет его никто не знал ну бог так усмотрел они найдены теперь в полном собрании творение святого пауста есть и на техночь а как же говорить что ничего но ничего нового для вас там не открылся или вот в этих статиках то там ведь написано довольно интересно про то что бывает человеком когда он умирает то есть он сразу падает куда-то это же расширяет понимание других книгах что-то мы находим а так как она ни одним святым святым отцом не толковалась я прочитал а так или не так точно уже не могу сказать они не говорили она в библию не входило а я мне не дала ничего я знаю что все мы умрем и все воскреснем и будем вознесены встретили господа о чем говорит послание фессалоникий сам вот это я знаю она к этому ничего мне не добавила то есть скажем так вы не внесли ее в канон своего понимания ну понимаете я не стал даже так вопрос ставить ее нету она не ходит в канон на нее ни один святой отец не дает даже намека что она существует зачем же я буду туда лезть и нигде я притом на эти стихи не считаю даже у иоанна кронштадт серафима старовский гнатья причинина пиропана заторника ни у кого не считаю не у кирилла туровского ни у кого на зачем мне умничать я послушно щадо церкви а давид говорит не смирял ли души моей как дитя от не отнятого от груди я не ходил высокая для меня недосягаемая я не вхожу в это и и мне хорошо я никогда не спорил с католиками как дух святой исходит от отца сына пелиоквы а троицы потому что половина то понимали и так а другие так я православный я поэтому считаю православный символ веры понятно по поводу конца света следующий вопрос вы неоднократно своих видео роликах говорите что но я так понимаю что это и понимание церкви православной что антихрист придет и воссядет на три с половиной года правильно но перед этим три с половиной подготовитель 7 лет будет ну пусть так пусть так она разве не три с половиной 42 месяца понял но разве это не противоречит потому что написано в библии ведь никто не знает приход христа когда он придет а получается что мы нет он получается что мы тут можем рассчитать что через три с половиной года еще сколько там через семь лет придет христос и освободить нас от антихриста нет мы не знаем в какой момент над всем миром будет и он будет уже три года и некоторые будут считать обыкновенный правитель тут вся загвоздка то в этом что его не все узнают и узнаете скоро а когда узнает еще в эти годы будет он притеснять до одних не дошел может через два года в царство не он начнет и щипировать и каждый будет дату воссарение ни один человек не будет знать и поэтому они нам не откуда считать то мы не знаем но будем знать конкретно допустим в год в два может ошибиться а как же не узнать цель царь выцарился там должно какой-то президент избирает а то всему миру становится известно почему же мы не узнаем об антихристе что он антихрист я понял что антихрист не знает во первых а во вторых когда начнется его три с половиной года то есть он там царствует а мы даже и знать не знаем а уйдет подготовка израиль там с арабами возится а когда в какой момент он будет провознашён всемирном то его никто не знает это дата я понял все теперь я понял да так следующее выписал себе вопроса как возлюбить врагов своих это тяжело полюбить того кого просто даже не знаешь а если тем более человек тебе враг как-то можно себя смирить и не держать на него зла ну а как вот именно возлюбить всем сердцем и как это невозможно в природе этого нет нигде это закон не природы а только духа святого как но господи проси и мне знаешь что творят как христос сделал а у нас должны быть чувствования которые во христе иисусе ты молишься и вдруг поворачивает у меня такую пакость он делает это даже вообразить невозможно но молиться о нем и глядишь он начинает смиряться вот у меня уже два полтора дня на меня не нападает ниоткуда мне так удивительно что полтора дня меня не грызут священники там архиереи там один приходит прям на днях вот это я на вас говорил и думаю я служу в алтаре да что же я делаю то простите меня вам я только того и ждал я материалы все проходит время он просит книги книги покупает конечно видите как все меняется поэтому возлюбить мы сразу не сможем пока делай по ненависти а как а как говорит жаждет напой алщит накорми дело это соберешь ему горящий уголь или желание его отомстить пока дело так вот он привыкли делать и тогда уже по любви начнешь по любви сразу не сделать и нужно сказать мы немощные но пока делай как бы желая причинить ему они иногда это понимают понимают когда для них делаешь добро а он пакостью я рассказываю иногда как у меня прокурор он замк прокурор охраны генерал-майор воронин я его неправильно назвал сначала владимир павлович и он меня представил прокурором края все были такие вы знаете кто это а кто так мы же у него все изъяли а он за нас молился знаете у меня вот сюда зашел вот и все я могу мы молимся за вас а думал что мы проклинаем его нет у меня любить ему никакой не было но постепенно вижу старается помогать где-то я вот до конца и не полюбил он на пенсию ушел вот слово то любовь иногда означает хотя перетерпи его любите я не могу любить мне как этого достоевского это сила степанчикова я желаю любить кого-то мне кого-то подсовывает он там филофея какого-то как его буду любить но пока так вот прошу дай господи мне любви а решить что это любовь или нет любовь я выражаю в том что я ему прощаю не минимум во грех это это выражается как раз что я просил их за ним ничего нигде нету а он меня такую беду сделал много утащил и на грань катастрофы мое дело поставил я каждый день за него молюсь особенно усердно и стараюсь нигде его не поминать чтобы он не подумал что я говорю о нем плохо это все исходит из чувства любви значит зачем бы я за ним молился я услышал сильно нападает на церковь невзоров александр гребович моей молитвам всегда вот сейчас новый фильм этот левиафан я смотрел я за андрея сейчас каждый день молюсь ведь на него столько нападок и позиционирует против себя как неверующий не знаю за него легко легко молиться а другой священник я вижу сергианец закоренелый молитва едва язык поворачивается мнение ни разу меня даже не встретил тот человек а я начинаю за него молиться который в комментариях писал что-то там против да я видел на днях еще один пришел новый вот может два дня попросил а это пока да я не знаю о ком говорить даже случайно чтобы не обнаружить главное чтобы он даже не знал что павел говорит что жало плоть сатаны чтобы удручать но довольна дядя благодать ему я как вспомню сколько мне дано глаза смотрят я встала с постельки в комнате сегодня натопили тепло господи за сколько друзей у меня да как я могу больше просить я и здоровья боюсь просить на этом стабильно бы стоять и на технич а вы молитесь за мертвых за мертвых вы молитесь или нет или у вас это не принято и есть ли смысл это делать за мертвых каждый день у нас нет отхождения молиться мы каждое утро молимся сейчас умер глеб якунин мы даже отдельно его выделяли 40 я вас знал лично встречался это герой веры исповедник с ним абсолютно неправильно поступали абсолютно вот каждый день мы молимся за умерших почему бога все живы а может быть никакой пользы нет не мне судить церковь установила но молимся только за тех которых мы знаем мне большую помощь оказывал мэр вот здесь который был и ректор университета где много лет вел занятия но они умерли я теперь у меня внутреннее побуждение помолиться за него но я не знаю я звонил звонил уже 12 ночи кажется только нашу главного редактора краевая газета и она говорит я точно знаю он ребенка крестил и он верующий и крещеный ну я стал молиться и также объекта ли пока не дозвонился до домашних ужины не расспросил молиться стал лет в течение одного дня узнал за неверующих молитвы нету не гневить бога неверующие не имеет жизни вещи на гнев божий пребывает на вот и отсюда сразу вопрос а как определить вот ну потому что я вот утром стою и молюсь совершенно утренней молитвы туда входят естественно молитвы за начальников так сказать наставников благодетель но я включаю еще и друзей хотя не все из них там вот верующие по-настоящему да и вообще не все те за кого мы молимся является действительно верующим даже за родителей молишься они какие не верующие нет мы молимся у нас записки подают за здравие за упокой и за обращение три записки обращение всех я молю за горбачева постоянно столько на его совести и молитвы просто идет легко я вспоминаю молюсь пока он живой а умрет ничего и нету все я никакой молитвы за таких не могу но он живой а раз живой написано молитесь за старей за начальствующих и прочее об обращении об обращении чтобы дух святой коснулся его сердце он покаялся чтобы его отверзлись двери покаяния только и всего это согласно евангелия молитесь за всех человеков это угодно богу проводить жизнь сиху и безмятежную все понятно так теперь следующий вопрос по моему вы как-то своем ролике сказали что обсуждая фильм то ли евангелие по евангелию от луки иисус то ли еще какой-то фильм на христе вы говорили что сатана мол до последнего момента не знал что это сын божий христос было такое или не было было и вот а помните стих где христос и изгонял а значит изгнал бесов из бесноватого свиней они кинулись с обрыва но без тогда сказали ему что то пришел из иисус христос сын божий раньше времени значит без получается знали а сатана не знал все предположительно до конца не знали янтатус это очень хорошо объясняет зачем он говорил сайди креста сайди с креста говорил-то это не человек это сатана сатана его рот раздевал языком шевелил и проще до конца он не знал до самого последу и когда только увидел что уже убирает второзаконие 19 глава 19 сих говорит если будет лжесвидетель то 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 и воздать ему той же меры он теперь понял возмездие за грех то есть он мстит христу до смерти возмездие за грех смерть смерть пришла греха нету и вот он теперь на все дело чтобы христос хоть одно слово сказал не так что смерть была оправдана вот он до конца понял только здесь а все остальное предположительно и это да ничего нигде не против а он говорил много что говорил сатана мы словам его относимся так что многое он если ты сын божий бросься вниз эти слова если говорить если ты сын божий сделай камни хлебами в какой момент мог узнать то есть он все время стоял и он до конца плана то божьего не знал даже ангелы не знали которые не пали и они удивились что пришел говорит показал себя ангелом 316 в апреле пишет показал ангелы его не видели вдруг они увидели в веслях это знамение почему не воспели они узнали вас от она вообще не знал он метался где убить там до двухлетнего возраста он не знал ему не дано это было иначе сказал и роду подошел он в египте и туда бы направили кого-то убить и подослали шпионов не знал так на стих ночи а как вы относитесь к причастию по-вашему как лучше причаться чаще или наоборот реже потому что перед тем как вам позвонить я как рассмотрел ролик геннадия фаста вот где он говорит что в принципе причасят причащаться вроде как бы нужно каждое воскресенье так как написано в апостольских правилах если ничего не напутал это желательно слово желательно и готовность и потому многие больные немало умирает недостойно причащаются кроме того есть опыт и у меня в книгах отображено это почти половина даже нельзя сказать где больше они считают чаще другие считают реже реже отозначает четыре раза в году когда пост человек говеет так было всегда православной руси а каждый раз причащаться во время когда скромная пища это вообще никто не знал тысячелетний путь россии все-таки нам указывают и монахи на этом не настаивали чаще причащаются чаще исповедуются то сегодня попы когда ничего не хотят делать и этим отмазаться поэтому все поликлиники все больницы забиты все кладбища и многие умирает немало умирает недостойно а если не причащается не причащается жизни не будет не будет иметь себе жизни во все нужна мера я согласен говорят которые чаще причащаются из них больше половины бесноватые они бесновится где попало лезут монастырях там им что-то надо протирать во время семей нельзя даже разговаривать они бесноватые но может быть это связано по большей части не потому что они часто причащаются потому что них такое отношение к причастию как просто пришел съел и как бы все нормально и дальше продолжаешь я уже в разных монастырях псково-печерском везде говорил все одинаково говорят я врачу это с ними такое не знаю а вы причащаете да ну тут надо думать об этом причастие должна быть проверка должна быть исповедь подготовка поэтому пост постом а еще называлась говеть достоевский описывает как он был здесь в этом в этой неделе мы горели горели которые с причастию а по поводу детей вот я просто насколько стал замечать у нас церкви детей одних и тех же причащают каждое воскресенье если субботы не знаю просто субботами редко очень бывает это в порядке если дети послушная дети достойная иногда уже с пяти лет идут на испать у нас это батюшка уже решает дети конечно чаще просто многие из этих детей очень непослушные замечал они даже не то что не хотят на служение стоять они бегают кричат что там прямо во время богослужения делать что попало один стоял когда все крестились когда молитва шла вот он он стоял что-то там я даже не хочу изображать у него как-то пальцы скрючивать стоял как-то вообще как весноватый страну стоит ли таких детей так часто читать и все-таки подготавливать я священников даже упрекал кого вы причащаете посмотрите какое хулиганье они не стоять не будут но стоять трудно простоял минут двадцать дальше выйди с ними позанимайся пусть это там походят кто-то выйдет с ними отдельно у нас детские уроки идут а потом уже когда запели блаженство тогда они заходят надо как-то сориентироваться мы-то столбами стоим еще не понимаем взрослая а ребенку ну как на него такое иго накладывать совсем маленький бегать не надо выйди из храма что в храме было благоговение если храму нет благоговения я еще не знаю ни одного случая что дети были верующие у священников дети бегали все стали безбожниками совсем не водил в храм пусть дома сидит но храм пришел это другое государство как сейчас небо на земле тогда перейдем к следующему вопросу если не против вопрос от воскресенья записал как как лучше соблюдать воскресенье у нас однажды женой возник вопрос мы хотели заниматься милосердием есть такая организация в москве она так и называется милосердие там она подразумевает себе помощь старикам детям инвалидам или просто там бабушкам на дому что-то допустим проделать какую-то работу купить им что-то но с другой стороны это вроде как противоречит что нельзя покупать воскресенье нельзя работать воскресенье а если я хочу допустим помочь этим самым человеку который в этом нуждается является нарушением заповеди божий или или нет или можно так работа работе разница в субботу брал человек хворост набирал а для кого для себя его убили поэтому у нас воскресенье это литургия богослужения после этого сразу же начинается собрание собрание это часа полтора иногда идет потом обедают и идут занятия занятия полтора часа занятия по изучению библии по блаженному афилакту и после этого кто где может если кто-то больные те не участвует нигде собрание были они сразу идут по больным что делать принести там по ухаживать что там уже где-то а то чтобы делать ну что ему делать крыша протекает ясно ждать уже не будешь где-то ну мы ничего стараемся не делать это авральный когда бывает пруд прорвала вода у человека там завалилась что-то понять остальное шесть дней работы воскресенье не работать у нас разрешается пойти по ягоды на рыбалку на грибы если летом где-то больше ничего не разрешается мы стараемся соблюдать эту ветхозаветнюю субботу в новозаветнем варианте то есть воскресенье вы меня простите за дерзкий может быть вопрос но это не является ли фарисейством такой вот появляется является из фарисеев великий апостол у меня суды киев никого не было фарисеи это обиды апостол павел хвалился ягод фарисея фарисеев фарисея это человек фарис избранный избранные он это чувствовал и старался точности исполнить это угодно богу если ты делаешь перед богом с верою а сегодня фарисейство означает течение показать себя лучше другого не такой как проще как фарисей на матеря говорил это но то какое значение мы заложим человека звучит гордо иногда человек это страшно звучит даже название человека ну что фарисеи я с одним беседой у нас когда-то было отошел но выигнать и прям законник я бы ты меня оскорбить хотела или похвалить ну вот как давай хорошо я говорю сегодняшнего дня ты меня зови игнати законник я тебя напротив законника ты сам знаешь только беззаконник я сегодняшнего дня громко тебя буду звать здорово игорь беззаконник он сразу попятился но ты же избрал мне ты этим на меня хотел придавить ты явно что незаконник если ты считаешь оскорбите а павел передавайте привет зине законнику павел законнику передает привет а беззаконником не передает а гнев божий на вашу голову так что везде нужно немножко юмора и посмотреть да и чтоб мозги шевелились как ответить вот мне говорят вот знаете сейчас экстремисты а у нас вызывает иногда тут городская администрация там всех религиозных деятелей бывает конгресс интеллигенции ну и мне слово дает интересно дают всем 15 минут а мне сюда только пять всегда везде но я за пять минут так натолкуем что на два часа и мне не расхлебать вот ну я вышел в библию держу в руках и говорю я экстремист а вот президиум сидит если кто не экстремист тот блевотина как а почему потому что не теплого не горячий холоден а как ты теплый я изверну тебя из уст экстремист это человек доводящий до совершенства любое дело откройте слова орёжникова фанатик я фанатик фанатик это человек готов умереть за свое дело это не кто-то говорит мария единичная когда она говорила о брате владимире ильича такой смысл надо слова словам вернуть первоначальный смысл а то вот эти фашисты бандеры но бандеры это по человеку а фашист это вашего связка общая и кому на коммон тоже общее это одно и то же слово вот национал фашизм национал коммунизм вот это смертельная опасность первоначальный смысл нужно вернуть словам и тогда нам легко будет разговаривать понятно ну переходим к следующему вопросу если можно ничего время есть у вас да хорошо с чем связано сокрытие имени иегова это первая часть вопроса вторая часть вот я читал что я ранее стрельдонский своих исследованиях еврейской культуры и этноса так сказать вот открыл ваши 10 так сказать слов которым обозначался бог у них то он был например эль бог ила ила им бог присно или саддай раба не аданай почему вы и именно его выбрали ну хотя здесь я уже догадываюсь что скорее всего потому что в библии именно и его употребляется поэтому тогда в первую очередь вопрос а не ко мне а к богу у бога около 500 имен насчитывается я пастырь овцам истинные органы глаза это его название везде но когда с моисеем он беседы он не сказал я сама поговорить я иегова суще и каждый раз когда в рам открывался бог опять открывается с этим именем в оригинале слова его вы яхва или ягва там по-еврейски как произносят по разному встречается 7100 с лишним раз 7000 у меня только в стихах 936 раз слова его встречается я если у меня стихи написано 3467 тихотворение я специально сейчас последний который ролик поставил там в нем есть это все написано а вот это не стоит вот поэтому и его значит и его тем более перевели наши перевозчики я говорю вам можете в это не верить но я считаю считал разные библии на разных языках русские переводы до петровские лучше синодального перевода нет это один из самых лучших в мире 1876 год тот который библии завальда революции за рубежом ее и все наши патриархи и кирилл и все издают синодально держитесь его против него там аверинцева касьяна епископа подыскивает новое это те люди только которые ничего наизусть не знают а если у меня каждое слово монтировано здесь я вот цитирую даже пол слова не так у меня сразу начинается в мозгах колебания неправильно это были люди высочайшего уровня пример еврея александр мень энциклопедист работает с оригиналами но когда я сказал вы могли бы переводить какой переводчик хвольца давид абрамович когда вы что конечно нет он еврей даже в мыслях не допускает так работает допустим павский перевел евангелие от мотвея псалтырь герасим петрович он писал учебники для еврейских школ учебники выше это филолог по-еврейски но еще а теперь по словарю что-то найдет да да вот не так да вот не так ну ты оставайся с этим я значит и не знаешь наизусть не знаешь наизусть то есть цитирование место где какая запятая ты должен все это держать в себе этого слова моего бога я абсолютный сторонник потому что русского перевода синодально четыре духовной академии переводили там минимум двое уже канонизировано филарет и макарий алтайский этот перевод люди знали греческий язык арабский латинский переводили сравнили со святыми отцами такая работа огромная друг по словарю найдет слово и не говорит а вякает и на стихе даже не об этом спросил я разговоры которые были там с людьми сохрани бог я вас не знаю вот я говорю что сторонник абсолютный да я тоже не проект спрашивал то я хотел спросить во первых чем все таки связано сокрытие имени иегова она не употребляется церквах вот чем связано вот вопрос я не понял тогда я этот вопрос и ставил епископа когда мы на берегу сидим может видели я ему говорю как так могли сокрыть я считаю это громадная ошибка ошибка тех которые составляли богослужение в библии восемь раз оставили непереведенным но вы когда читаете лама лама самахване почему вы оставили так как написано по-еврейски но парамельский мой талифа куме это не раз было воочи а в это сирское слово сирийское его оставили и так и надо принять вот во всем этом 8 раз поэтому мы когда молимся сами утрами мы всегда говорим благодарим тебя а воочи слова а воочи наш бог и его мы всегда слова его произносим частной молитве когда утренние правила прочитаем а потом 100 поклонов и в это время мы 10 христу богородица ангел хранителя и так с мучениками со смятителями мы каждый раз произносим его имя я слышал не слышал я даже подражать оставить я тоже произношу каждый раз молитвы мы еще не вносим мы как раз опущение эти сглаживаем я никому это не навели вы я внутренним духом понимаю это необходимо и душа моя ликует в этом мне сладостно произносить это имя и дети у нас поют бога иегова именно иегова не саваоф правильно потому что саваоф насколько я заметил она больше к воинству ну господь воинство она так и мы же уместить его хотим они да мы на молитве произносим и саваоф иегова и саваоф произносите до обязательно что-то такое не слышал может не обратил внимание на каждой молитве то есть утренние когда молимся и мы говорим бог иегова а в воочи и тогда бог саваоф свят 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 господь саваоф это и в молитве исайя 6 глава ему молитву свят 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 господь бог саваоф исполнившим все правильные церкви то есть это молитва ли слава вышли богу на земле мир мы вот это считаем каждый день так вот еще мне несколько вопросов сейчас по поводу милостыни кому следует ее подавать всем ли подряд или нужно как-то все-таки разбирать кому подаешь вот например можно ли цыганам подавать можно ли алкашам вот здесь кажется несколько дней назад вы посмотрите комментарии я вставляю большие комментарии в одном комментарии у меня больше тысячи строчек и там есть о милостыне если зайдете на сайт на нашем сайте вы бываете там я все книги вы скачал но я правда очень мало православие книга и там о милостыне там все сказано это запрещается если ты кому попало даешь не раздумывая об этом твоя монета может оказаться ту же минуту в аду в пригоршню сатаны это жития святых показывают зачем же ему помогать он пропьет и ты вместе что пьяно натворить на твои деньги ты будешь отвечать в добродетели покажите рассудительность петр говорит рассудительность а какая рассудительность у меня было подошел парень есть еще я ты случайно не покупаешь там нет 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 я вот там освободился я ему дал хлеб купить а он идет не оборачивает а я за ним он подходит и сразу винный магазин он только деньги кладет в кассу то я руку потянул сразу деньги забрал он глянул на меня я говорю до свидания я слышал расскажу то есть нужно делать везде благоразумно нельзя же ведь за каждым следить кому милости не даешь если человеку я постоянно спрашиваю я говорю вы случайно не на алкоголь как бы стреляете скажем так он будет нет я бы точно да ну и все тогда милости не даю на я же не могу отвечать за то что он потом сделать с этим не меняется тогда когда подавали вот это было не было пенсии не было социальной помощи сегодня все имеется любой бомж имеет пенсию у меня пенсия бомжа пять тысяч шестьсот восемь рублей я обхожусь с вами господь многие многие ничего я никогда не подаю никогда но если нуждаются где-то по деньги накапливаешь и мы стараемся где-то вот приехал директор библейского общества и у нас цифра всегда шестизначная бабушки ничего нет у нас народ очень щедрый ну а тогда следующий вопрос так сейчас а по поводу духа святая по моему я слышал от вас вот что никто не называет христом христа богом кроме как имеющий дух и святая так ли если никто не может признать иисуса господом как только вот 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 но если человек скажем не крещеный а моченый как вы говорите лимит ли он духа святого и в то же время называет христа и господом здесь как бы противоречия противоречия нету если он признает вот это сразу поставить особый столб нельзя назвать иисуса господом шедшим с неба без духа святого ты признал это верение духа святого ты дальше поступаешь неправильно в эту же минуту но я верю в бога но не могу я опять пошел к старой яме в грех воздать это уже от сатаны но что ты его признал и теперь что я делаю это все дух святой тебе уже делает если признать господом мусульманин а я верю что иисус действительно сын божий сошел с неба это не мусульманская и в коране а я верю это духа святого так написано никто не может признать иисуса господом как духом святым все воскресательный знак они как раз большинстве своем не верят вот у них полное противление они не знают что есть даже ну понятно ладно у меня вопрос по описанию вот опять и ереме 40 41 4 после того как убили году ли начальника который поставил вавилонский цель на выхода на ссор вот пришли 80 что лисе 80 человек с обритыми бородами с намерением в дом божий принести дары как же они с обритыми бородами это не бесчастие ли приходить тем более в дом божий смертный случай и пророку было сказано обрей бороду и волосы развей по иерусалиму люди вот это как хорошо и как приятно жить братьям вместе это как или стекающий на голову и на бороду аронова бороду аронова что начать елей он слепляет масло а вот так мы братья вместе а когда он их обрил и развеял вот так вы будете развеяны по всему миру и вот теперь когда он был обрит в этой печали речь идет о пленении мы все рассеяны они старались повеления на это не было хотя в одном месте у пророка было это сказано чем они руководствовались мы не знаем этого не допускалось но они это сделали это не указ не ничего нет просто описывается как это было как было но скажет а в христианстве было что себя кастрировали было но это не церковь наказывает определенные каноны извергает из сана но почему же написано некоторые скопцы сделали сами себя скопцами это духовно означает я решил сам не жениться как бы оскопил себя и мне разница не один родился ему женщины что есть что нет как он забежал а там женщины специально тогда симеон юродивый то в баню то моего и спрашивает вот еще себя чувствовал так она забежала многие голые женщины как дерево среди деревьев вот так а какая разница вода холодная и горячая но его видно бабы там тазиками то навернули он выскочил он не знал как попридуряться то и поэтому надо на все смотреть в какое-то время было сказано как они по-другому не могли это выразить и посыпали пеплом голову уже не посыпаем а у евреев это нормально считалось взять пепел землю посыпал на голову да вы так делал это выражение скорби печали а пленение выражалось вы голову поднимите вы вниз ушли вас не видно вот так вот так да да вот так у меня камера так неудобно расположена так и последний вопрос у меня есть друг который у него большая проблема он на свое время вел разгульный образ жизни очень вот и заработал себе такую проблему что сейчас он может как бы это правильно сказать выйти из некой зоны комфорта у него образовался зона комфорта это вот сидеть дома и рядом с домом дальше если он чуть выходит куда-то там скажем если магазин нужно пойти на него прям страх нападает нечеловечески он боится не все поджилкой начинает трястись в общем никак не может он дальше своего дома уйти это какой-то от без него вошел что не знаю и как им вот да и как ему быть я вам предлагал давай сходим с тобой православную церковь но мы же мы приедем поможемте если надо тем на руках понесем только побудьте на богослужении причастие там исповедуюсь он будет нет я не могу это очень страшно но он сейчас увлечен к тому же еретическим мучением шаповалова и идет в общем-то далеко не туда да я видел вот и можете как-то вот заочно может быть он увидит этот ролик заочно дайте совет чего нужно что делать просто никак отойди чтобы тебя не захватило это и так заочно молись очень они подходили же это это очень сильный бес сидит они его подпитывают у него страха никакого нету не может поступки показывать что он ненормальный бесноватый и все опять голова у вас ушла вниз повыше это мне тогда надо так вот так ничего не сделать это я так думаю если вы думаете сильно у меня если такой был рядом я в один раз сказал и скорее отошел это неисправимо еще нельзя сделать и побереги сам себя понял все понял ну и последнее что хотел бы спросить вас игнать технович я бы очень хотел приобрести ваши книги если это возможно сокровище в mail.ru имеете страничку не имею но могу в принципе создать если это нужно лучше создать и и зайдите там и гнать и лак где странички одну модераторы ведут обе с голубем стоя моя которая просто в шапке и я вам то скину все данные по сберкассы и проще книги а нельзя лет а нельзя это по скайпу сделать да может быть я сейчас постараюсь вам сделать просто я редко ну да да все все приятно но слава христу слава христу до свидания до свидания в следующий раз будете идти у вас будут друзья ну нормально небесноватые будут вопросы то можете взять их с собой хорошо я вас понял если можно и если можно помолитесь за меня хорошо мы будем молиться мы каждый день молимся за всех кто с нами вошел в общение благодарю слава христу видно что веществ лапан осилишь его не увеличит ничего нельзя ну слава господа не ожидал его обычно когда год мы хотим хочу унести вас контакт а я говорю а зачем а другой замолк сегодня утром 1 больше не вышел а он сразу ответил вот как здравствуйте гнать и тихон еще у меня есть некоторые вопросы по писанию которые мне бы хотелось задать вам если можно добавьте меня в список контактов я отвечаю можете тогда прямо сейчас и войти вставляете и гнать и 10 и все на этом конец